Чего хочет Хабаровск? В течение месяца на онлайн-платформе с таким названием шел сбор предложений про развитие краевой столицы. Горожане делились своими мыслями о том, как сделать Хабаровск комфортнее и интереснее. С 24 февраля по 24 марта пользователи оставили 682 идеи, а всего сайт посетило более 7 тысяч человек. И вот если группировать предложения по тематическим блокам, то больше всего хабаровчане ждут изменений в сфере благоустройства. Этой теме посвящено 34% от всех представленных идей и предложений. Второй по популярности сферы стало развитие общественного транспорта и замыкает тройку лидеров тема природы и экологии. Но, конечно, это далеко не все собранные предложения. А также касаются самых разных сторон жизни. Это туризма, сферы услуг, спорта, социальной инфраструктуры и так далее. Собранные предложения эксперты используют при разработке стратегического мастер-плана города. Это эффективный инструмент устойчивого развития городов, который отвечает интересам горожан, бизнеса и органов власти. Он помогает улучшить городскую среду, инфраструктуру, условия для ведения бизнеса и развития культуры. Так как же видят развитие города его жители и что будет дальше со всеми предложениями? Обсудим это с нашим гостем в студии Игорь Михайловский, вице-мэр Хабаровска. Доброе утро. Давайте начнем с того, в какой форме проходил сбор предложений. Насколько развернуто жители высказывали свою позицию, они действительно предлагали что-то новое или жаловались на то, что им не нравится? Как мы уже сказали, с 24 февраля по 24 марта по поручению мэра города при поддержке правительства Хабаровского края была развернута онлайн-платформа «Чего хочет Хабаровск». Жители говорили о том, что они хотят видеть. Говорили, конечно, о проблемах, которые сейчас существуют. Тем не менее, платформа была настроена на то, чтобы собрать как можно больше креативных, любых мнений, любых пожеланий, для того, чтобы потом это все влилось в стратегический мастер-план, который уже по большому счету начал разрабатываться. Увидим окончание перспективы в устройстве мастер-плана. Как уже сказали, 681 идея по пяти категориям. Это благоустройство, туризм, жилая застройка, транспорт. По ним мы собрали много идей. Почти 700 предложений, 700 идей – это достаточно, мне кажется, хороший отклик. А есть ли срез, какие группы населения в основном принимали участие? Участвовала ли активно молодежь даже? Значит, мы собрали более 7 тысяч жителей Хабаровска, приняли участие в онлайн-платформе. По категориям, если говорить, 41% – это люди в возрасте от 30 до 45 лет, 23% – это жители города в возрасте от 45 до 60, ну и 18% – старше 60. А вот что касается самих предложений, были ли какие-то очень интересные предложения, может быть, 1-2, которые будут реализованы? Ну вот если вообще нестандартные предложения, ну я не скажу, нам понравилось, знаете, какое предложение? Что запомнилось? Да, строительство развития, скажем, транспортной системы, это строительство канатной дороги через реку Амур от Красной речки до Центральной набережной, это строительство одноземного метро. Ну, давайте пока будем реалистами, на сегодняшний день она, в общем-то, не реализуется в ближайшие годы. Ну а что будет реализовано? Ну вот очень много предложений было озвучено именно в сфере благоустройства. Чего именно хотят, что хотят благоустроить, как это видят жители? Значит, много откликов или пожеланий на развитие парковых территорий, особенно по индустриальной части города. Развитие велодорожек, беговых дорожек, обустройство, ну актуальный такой момент, сети уличных туалетов. Большая проблема у людей вызывает культура, скажем, выгула собак. Это тоже касается сферы благоустройства, ну в том числе озеленения, система ливневой канализации, система наружного освещения. Это вот те предложения, которые, в принципе, они у нас есть в стратегии развития, и у нас и планомерная, так скажем, идет работа по реализации этих проектов. Ну, жители нам подсказали. А что подсказали, вот какие предложения они внесли? Ну, вот я тоже самое сказал, то, что повторил, это и работа администрации города Хабаровска, правительство края, ну и жители нам подсказали, так скажем, в одном русле мы мнение. То есть здесь, получается, жители все-таки больше вектор задают или конкретно прописывают. Вот знаете, как можно сделать классную велодорожку? Ведь мы понимаем, что у нас не так много мест, которые, в принципе, позволяют простроить ее, да? Одно дело не захотеть, а другое дело реализовать. Решение и реализация, это все, наверное, в одном, так скажем, комплексе, при разработке, при планировании и будет реализовано. Ну, а что касается общественного транспорта, какие вот в этой сфере были предложения? По общественному транспорту предлагается, и такое большое пожелание, это развитие, так скажем, трамвайно-троллейбусных направлений. Но они у нас существуют. То есть трамвай горожан все-таки еще интересует? Да, трамвай горожан, да, интересует. По связи микрорайонов Северный и Южный, да, тоже жители просят каким-то образом улучшить качество и доступность перемещения между этими дальними районами, в том числе авиагородок, Ореховая сопка, дачные какие-то участки, которые находятся на территории города Хабаровска и, так скажем, в Хабаровской гламерации. По транспорту, ну, понятно, что необходимо каким-то образом модернизировать саму систему маршрутов, маршрутизации. Вот это вот волнует Хабаровск. А что не устраивает горожан в существующей системе? Ну, кто-то говорит, что много дублирующих автобусных маршрутов, кто-то говорит, что интервал где-то больше, где-то меньше. Ну, вот, в общем-то, должна быть какая-то... То есть, хотят оптимизации, да? Да, оптимизации. Мы так понимаем, что жители затронули много вопросов, где, в принципе, без определенных знаний, да, не имея определенного образования, разобраться сложно. Почему важно было услышать именно мнение простых людей, их предложения, а не привлечь сразу к решению вопросов, там, допустим, урбанистов, которые точно знают, как должно быть, у которых есть опыт, насмотренность, да? Ну, вот, когда начинался... вернее, с самого начала собирались исходные данные. Специалистами, которые будут разрабатывать стратегический мастер-план. Плюс, по их мнению, необходимо собрать мнение горожан. Ну, вот, допустим, если обрать общественное мнение, то жителей волнуют не столько... ну, вернее, волнуют, допустим, проблемы тех же ЖКХ, да, тарифы, допустим, ЖКХ, но и житель видит, какой должен быть город Хабаровск, на ближайшие перспективы. Где-то какие-то рекреационные зоны должны быть, экологические какие-то места, ну, то есть, парки, да? Ну, вот, это все то, что на бытовом уровне каждого нас интересует. Не только, так скажем, глобальные какие-то решения вопросов, вот именно бытовые для того, чтобы комфортно проживать в том или ином... том или ином... том или ином территории города Хабаровска. Ну, а затем эти все идеи, я так понимаю, будут обрабатываться и уже урбанистами, да, уже профессиональными специалистами будут использованы. Ну, да, вот про урбанистов я скажу то, что действительно-то урбанистика на сегодняшний день выходит такой на более высокий уровень развития, включая и политика, так скажем, поддерживает урбанистику. Ну, а креативные идеи социальных граждан или жителей города, ну, мне кажется, являются двигателем урбанистики. Очень приятно, что людям не все равно, потому что 280... 680. А, простите, 600, конечно, 682 идеи. Более 7 тысяч граждан, да, определенно. Да, за месяц это большая цифра на самом деле, то есть активно принимали участие. Ну, вот смотрите, из 682 предложений, насколько реально осуществить, какое количество, да, идей и в какие сроки? Ну, повторюсь, значит, специалисты, да, эксперты в этой области, они уже взяли идеи в себе в работу. Повторюсь, по поручению президента, который был дано на экономическом форуме в Востоке в сентябре месяце, необходимо разработать стратегический мастер-план развития городов. Начальный этап уже, так скажем, сбора сходных данных получен. Далее, в июне, в июле месяце уже должен быть какой-то проект, изготовлен специалистами, экспертами. И вот этот весь массив представлен, опять же, повторюсь, на сентябрьском экономическом форуме 2022. После обсуждений, после замечаний, доработок, он уже в окончательном варианте должен уже прийти в начале 2023 года. И все его могут увидеть? И все его, да, увидите. Мы уже действительно поймем, что в окончательном варианте будем реализовывать. Совместно со всеми. Стоит отметить, что все-таки благоустройство общественных территорий у нас активно ведется, да, и можно участвовать в онлайн-голосованиях, принимать решения по поводу того, какую территорию будут благоустраивать уже в этом году, да. У нас завтра буквально начнется голосование на онлайн-платформе. Поэтому не нужно оставаться в стороне, не нужно быть равнодушными, нам жить в этом городе. И мне кажется, очень приятно, если вот именно твою идею, да, взяли в разработку, и ты понимаешь, что ты что-то предложил, и это будет реализовано. Спасибо вам большое. Спасибо. Желаем хорошего дня. Игорь Михайловский у нас в студии, вице-мэр Хабаровска. Игорь Михайловский у нас в студии, вице-мэр Хабаровске, 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 вице-мэр Хабаровске.